Привет, меня зовут Иван, я занимаюсь дизайном и хотел бы поделиться недавно пройденным курсом английских дизайнеров от VDI. Я, пожалуй, начну с хороших моментов, а закончу тем, что мне не понравилось. Но тем, что мне не понравилось минимум, и это, наверное, больше мое личное мнение и какие-то, может быть, технические вопросы. Что мне больше понравилось? Больше всего мне понравилось то, что на курсе мы очень много подтянули. Мы подтягивали грамматику, мы подтягивали различную теорию, но еще круче было то, что у нас было много-много практики. Настолько много, что оно было ежедневно. И это очень классно, потому что это дает большой скачок. Когда ты каждый день практикуешься в английском, это, во-первых, сложно, но при этом это очень действенно. Отдельное спасибо я бы хотел сказать Виктории, потому что она замечательный учитель или преподаватель. Я не знаю, как будет корректнее, но она помогала всегда, она подсказывала, она давала достаточно подробную обратную связь, и это было очень клево. За курс я очень сильно прокачался в английском, учитывая то, что я пришел, фактически начинал с нуля изучать. У меня была небольшая база со школы и с университета, но по факту я начинал с нуля, потому что словарного запаса почти не было никакого, грамматика была ужасная, и в целом я очень боялся разговаривать, выражать свои мысли. После курса я стал свободно выражать свои мысли, хоть и немножечко коряво, но я считаю, что за два месяца невозможно начать говорить прям очень точно, очень хорошо. Я научился плюс-минус грамотно писать на английском, хоть и с ошибками, но я говорю, что я считаю, что двух месяцев недостаточно. И я научился в целом свободно мыслить, я какие-то страхи выкинул, ну и в целом думаю, что буду продолжать дальше изучать, потому что моя основная цель работать за рубежом. На курсе был как раз-таки упор на дизайнерский опыт, именно в английском, и на практику, связанную с зарубежными биржами. Мы пробовались на зарубежных биржах, оставляли отклики, составляли резюме и вот подобные вещи делали. Ну и, наверное, надо сказать то, что мне не понравилось. То, что мне не понравилось, это какие-то некритичные вещи, но они мне запомнились. В основном это были какие-то технические проблемы, связанные с домашками и с, по большей части, гид-курсом. Там возникали, не помню уже точно, какие технические сложности, но они были, хоть и решались они быстро, поэтому я говорю, что это не критические какие-то вещи, поэтому можно сказать, что всё окей. Вот в целом мне курс очень понравился, я бы рекомендовал и буду рекомендовать его тем, кто захочет изучать английский, тем, кто захочет прокачивать английский для дизайнеров и так далее. Ну и думаю, что можно сказать, что на этом я высказал всё, что хотел. Спасибо, ребят, за курс. Я был очень рад поучиться, я был очень рад поучаствовать в этом. Это было интересно и очень полезно. Вы дали мне большой толчок, вы дали мне большой старт в английском языке. Без вас я бы, наверное, не смог так. Продолжение следует... Продолжение следует...